Начинаем в перекрестке. Мы частушки матом 5. Разрешите для начала нахваленок родить. Подписывайся на канал Клуб Патриот на ютубе и жми на долбанный колокол. Сан Саныч, ты что пиццу собрался делать? Прозраченным товаром не торгуем. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истепшими сроками годности. Может быть охранник послан на три веселых буквы. Не надо. То в России отравлен детям продают только лишь люди, обладающие ярко выраженными противозачаточными свойствами. Ты будешь составлять протокол. Сотрудник, превышение. Ну что замерз, замерз. Я крыль полиции. Что препятствовать, а? Вы, говорю, обслуживайте. Не будете? Так, я его прошу пройти в автобус за составление протокола. Ты вообще руки убери от него, а то упадешь нечаянно. Хватили. Ты что молчать, а? Ой, превышение. Я в маске стою. Протокол сбежания есть? Заявление примите? Вы куда поехали-то? Красавицы! Говорит и показывает Нижний Новгород. Наши микрофоны установлены на улице, не знаю как правильно, Бурнаковской или Бурнаковской. Сам не из этого города. Вот приехали в гости помочь гражданам навести порядок. Всех приветствует клуб «Патриот». Мы на наших традиционных гастролях в Нижнем Новгороде чистим перекресток. Приятного просмотра! Я вздыхал по клевой девочке Маринке, и была Маринка просто... Как думать, что там? Вы, наверное, знаете, почему он приветствует. Как думать, чья? Где купленная? Здесь. Блин, она еще и умная. Информация про Нижегородский перекресток распространяется, да? Красивые и умные так не бывает. Ну так между перекрестками летают. Ну, летают. По-любому. Сказали не пробивать. Ничего не могу сказать. Что сказали? Не пробивать. Почему? Мне не положили. Из меня просто руководство. Что руководство? Сказали не пробивать. Что не пробивать? Ничего не пробивать. Распруч с того не продали. На нем не написано, что он просрочен. Где? Что у вас за руководство такое преступное? Вот расскажите мне. Ну, пожалуйста, не к нам. Вопросы, это к обострю. Вопросы к вам будут, так как именно вы отказываете принять все. А в черный мешок можешь подать? Где за наличие? А теперь у вас не пробивать. Просрочить товар не продают. Вы-то какого, извините, в диалог лезете вы? Какого хрена лезете в диалог? Нормально поднялись. Нормально спросил, какого хрена вы лезете в диалог? Хрена у других людей. Видеофиксация, я запрещаю себя снимать. Я запрещаю себя снимать. И что теперь делать? А? Что теперь с этим делать? Всем. Я запрещаю вам запрещать. Руки не вытягивай свои. Я тебе пойдем, я тебя на улице. Пойдем. 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 А ты кто? Вы только можете с видеофиксацией, что ли, работать или что? Работать? Да. Ну, что ты вышел-то сюда? А? Вы можете только с видеофиксацией работать. Ты что, ко мне в задницу повернулся? Мы так будем разговаривать? Я с вами поговорю по-позже. А позже? Во сколько? Время назови, мужичок. Время назови. Все? Балаболушка. Сказали, нам ничего не продавать. Я уже здесь, если что. Там был непросроченный товар. Это что за бред такой? Что за тело в свитере подходит? А как ничего не продавать? Какой должности у вас? Ну, это я понимаю. Понимаете? А я это не понимаю. Нет, мы это сейчас оформим. С ментами остальное тоже на то пошло, если дальше написать. И весь сыр, кстати. Разворачивай оглобли, поехали. И сыра сейчас будет больше. Все это уедет в отдел. Хотели получить все. Начинаем КВМ. Сыр весь, короче. Сан Саныч, ты что, пиццу собрался делать? Не знаю, может быть, Хачапуре. Белые тапочки есть для директора. Я очень любил сыр и не любил колбасу. Вот, у меня с собой есть нож, что меня спасет, в принципе. Пока они думают, нарушать мои права или нет, принимать оплату за сыр, нет. Я сейчас возьму нож свой раскладной и на кассе этот сыр на мелкие кусочки буду резать. Подготавливать к приготовлению Хачапури. И я думаю, директору очень весело будет завтра утром здесь. Я не буду на это смотреть. У меня разговор короткий. Посмотрите ролики на канале. Так что, если хотите, дозванивайтесь. Да, это Анна Николаевна. Вот Оля сюда. Это Марина сюда пришла. Вот рядом стоит. Вот могу дать ей трубку. Вот хотите, почерекайте, как подруги. Пусть не торгуем просроченным товаром. Да, ну что, пусть. Сизин. Че-че, Ярославль. Просроченным товаром не торгуем. Просроченным товаром не торгуем. Ни хрена себе. А что там на полке хоник стояло? Я не понял. Это с полок ваших. Я вам пробью вам. Ну пробейте. Ну, сейчас покупку разобрались. Пить будет 300 лет. Че за неуважение? Ну, тут даты не видно. Вы хотите открыть, что ли? Нет, я даты просто не вижу. Давайте здесь три вилки возьмем. Я Евгений Анатольевич. Будете пробовать? Нет, спасибо, не будем. А куда вы его? Не, вот это вы сейчас зря сделаете. Товар мой дайте мне. И чек. И сдачу. Смотри, пожалуйста. У меня платная завершена. Товар, чек, сдачу. У тебя не завершена, твои проблемы. Чек, давай. Сдачу, деньги взяла. Я вам не оплатил покупку. Я ничего, впрочем, продавать не буду. Не плевать. Суму правством равно занялась. Равно занялась суму правством. Полиция Капусткина, слушаю вас. Что там произошло? Что там произошло? Кассир, деньги отдал в руки, не дает кассовый чек и удерживает сдачу. Ничего, он не удерживает. Камент-перегляд так называется? Да, да, да. Просто вот удерживают, не дают сдачу и чек. Должны чек с сдачей. Сдачу удерживают, продают товар с тех, кто срок и годности. Совершенно верно. Нам здесь просто, смотрите, не ППС нужны, а кто-то компетентный в составлении, да, протокола осмотра места происшествия. ППС не может писать, да? Чек с сдачу и товар. Так выбей, если деньги в свои руки взяла. Вот они, ваши деньги лежат. Я вам сказала, просрочен товар, я им продаю. Я их не принимаю обратно. В руки взяла, выдай чек с сдачу. Я не пробил вам товар. А мне наплевать. Так я не пробил вам. Вот ваши деньги забирайте, и что? Я только в руки пробивать, я вам ничего не пробивала. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует товары с истекшими сроками годности. Начинаем в перекрестке. Мы частушки матом 5. Разрешите для начала нах валенок одеть. Подписывайся на канал Клуб Патриот на ютубе. И жми на долбанный колокол, что быть в курсе. Нравятся видосы, ставь лайки. Пиши комменты. И родина тебя не забудет. Клуб Патриот. Мы, как я, например, на улице говорили сейчас. Да вы концерт не устраиваете, вы же вместе пришли. Что же концерт устраиваете? И говорит ментан по телефону, что блогеры нагло себя ведут. Я смотрю. Со слов сотрудников магазина. Да, я у него поинтересовался. Вроде он к никаким блогерам не подходил. Он пояснил, что со слов сотрудников магазина. Не все же стоит в этот магазин покупать? Уважаемые покупатели, будьте осторожны. Магазин реализует огромное количество товаров с истекшими сроками годности. То есть на весь магазин вот так по микрофону? Можно. Это нормально, да? Нормально, да. А почему мы не платили? Потому что у меня не приняли оплату на кассу. А почему? Я откуда? Нет, чем на тебе верят она? Не знаю, говорит. Извините, я говорю. За что извинить? Вот фиксирую там ее на видео, стою, да? За что извинить? А, он берет покупки другого покупателя, с них берет деньги за мандарины там девушку ставил. Я видел. Вот. А он это, он на самом деле странный. Не просроченный. Вот вы попили напиток, да? И что? И что? Сейчас выше из кассы. И что? Ну, это тоже нарушение. Ну, давайте не будем. Из кассы нарушения? Давайте не будем нарушать. Вышел из кассы, я был в самой кассе. Из кассы вышел. Из кассы, чтобы не побит. Хорошо, как я туда попал в кассу? За кассовую зону. Я в самой кассе находился, ты хочешь сказать? Я кассу подошел сейчас, совершенно культурно. Или ты про главную кассу? На главной кассе тоже не был. Я сейчас, ты напитком, или вы стоите? Я стою с напитком, насколько я вижу. Вот, пью его даже. Он оплаченный? Чек, покажите, есть он оплаченный? Чек, не покажу. Да. Не покажу. Ты в курсе всех событий, у меня есть видеофиксация. Как вот эта вот, не совсем умная, на мой взгляд, женщина в очках. Не берет деньги за него. Моя задача товар. Понимаете? Что твоя задача товар? Моя задача товар. Что товар твоя задача? Принимать. Сохранность и материальная ценность товара. Если вам интересно, то в чем моя задача? Ага. И материальная ценность. То есть за просрочкой следить получается? Тоже твоя задача? Давайте не будем путать задачи. Даже твоя задача товар. А с товаром может быть все, что угодно. Ты сам сказал, твоя задача товар. Сохранность и материальная ценность. Хорошо, если она говорит, что товар со стекшим сроком годности, просрочка. Это товар? Сохранность и материальная ценность. А, сохранность просрока, которым торгует магазин. Твоя задача. Вы считайте, как хотите. У меня записано то, что я должен сделать. Если она говорит про срок, он может являться товаром, скажи? Или он должен был давным-давно списан и утилизирован? У меня задача второстепенная, понимаете? То есть ты сам до конца не понимаешь своих задач. Я знаю своих задач, меня учить не надо. Нет, я у тебя интересуюсь, я у тебя интервью даже беру небольшое. Что такое кассовый зон? Давайте начнем с того, что когда покупатель уходит с товаром, который скрытый неоплачный охранник, праве подойти к данному лицу, уточнить товар, спросить человека, если не оплачат, не надо подойти, уточнить. Может быть охранник послан на три веселых буквы. Одна из которых... Я обобщаю. Буква И, вторая буква У и первая буква Х. А кража, знаете, что это такое? Кража знаю. Вот. Порча. Кража это не порча. Ну что? Нет. Это не хочется на столе. А что такое поуча? А что такое кража, ты сам знаешь, нет? Что такое кража? Вот сейчас, ты будешь, что у меня стола, у меня касса, это кража. Нет. Да. Ты безграмотно на мой взгляд, товарищ. Ну, мне чек, ты видишь, что это не кража. Но если чека нет, ты считаешь, что это кража, да? Да. А ты не знаешь формулировку кража. Кража это тайна хищения чужого имущества. Кража это выход с имуществом неоплаченным на кассе. Не покинув стены данного торгового предприятия, Жак, вот подфиксируй, да? Одна нога здесь, другая там вот, да? Вот они эти ставни сами. Вот. Не покинул торговое предприятие. Открыл, попил. Не отказывался оплатить. Я это открыто сделал. Открыл банку и пью ее. Вот я стою, пью. А кража это все-таки тайное хищение чужого имущества. Ты загляни, загляни. Прямо за гугли. 158 КРФ. В охране работают 5 лет. Давайте вот не будем сейчас меня учить. Ой, я знаю уровень гранатности охраны. Я тебя буду учить. И что такое не кража. Потому что ты нападал с каких-то там сраных верхушек, я не знаю где. Надо сейчас меня вот учить. Хорошо, вот уровень знания охраны. Вот, к сожалению. Ну, это можно... Запомни, сынок, раз и навсегда. Запомни, сынок, раз и навсегда. Кража, кража. Это тайное, именно тайное хищение чужого имущества. То есть украдкой. Например, взял и вот так вот незаметно запихнул что-то в карман. Вот это кража. Ну, как бы останется без своих мнений? Тайное хищение чужого имущества. Вот что такое кража. Если ты вдруг не знал. Пои своих мнения. Нет, не мое мнение. Об этом закон говорит. Загугли. Алло. Пои своих мнения. Ты загугли. Загугли определение этому слову. А ты вот чем материруешь? Ты в наглую взял и стоишь там. Я думал, он был скромным взять. Ну, ты оплати. Видите, данный указ, чтобы обидел. Вот тот, что вы так себе обидел. Не берете? Не может быть, чтобы она не знала. У меня видео есть. Я обидел. Перешел линию указ. Сейчас передам толку. Сейчас по всем позвоним только раз. Почему ты такой безграменный? Перешел все-таки. Безда. Данные люди попили? У меня есть. Я никого. Ты сказал, данные люди попили. Пиши заявление. Сотрудник полиции пусть распишется по 306. Ну, и сейчас поступит, я думаю, заявление о привлечении данного индивидуума в рамках 128 статьи Уголовного кодекса, а именно клевета. Вот мы вызывали, вот она вызывала. Вот он вызывал. Я думаю, что происходит конфликт. Между вами и... А фамилия уже записана. Фамилия есть? У нас? Звонившего. Звонившего? Да. Что? Точнее, пожалуйста. Ну, это нормально, это правильно? Вы считаете, нормально, да? Нормально. То есть можно ходить и пить, а потом... Давайте другую ситуацию симулируем. Приходит мама с ребеночком. Заходит в отдел. Мам, я пить хочу очень сильно. Не могу. Мам, боже, а уходил. Она ему может открыть, дать попить? А что вы сравниваете с ребенком? А какая разница? Какая разница? Что муж, мужчина, старый ребенок. Мы все граждане. Слушай, ты больше говоришь про какие-то нормы своей, там, что-то домыслил себе. Я сейчас пойду все наоткрываю. Это мое мнение, это мое мнение. Это твое мнение, а мы руководствуем всем законом. Вот смотрите, вот то, что в этой сумке нами было куплено 26 февраля. Вот эти товары являются детским питанием, так как производитель заявляет, что продукт предназначен для детей старше трех лет. Сейчас уже дежурно. Да, позвоните. Вот у нас забрали наш товар, взяли с нас оплату 350 рублей в руки. А вы решили лучше перебдеть, чем недобдеть, да? Тупость, тупость. Научитесь правильно понимать законы защиты прав потребителей. Мы вас этому научим. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы вызывали. Кстати, информирую. Чтобы сказать о том, что ночь добрая, нужно эту ночь прожить до конца. Вы как дознаватель? Фамилия, имя, отчество должен специально звонить. Как? Башмурова Ирина Викторовна. Капитан полиции? Англия. Не, а там капюшон загораживает. Сегодня мы приехали сюда и выявили другие нарушения полностью просроченных горячий стол, где куры собственного приготовления разной части вот этой птицы самой дивной реализовывались. Нарушение... Что-то принимаете, что просрочка? Есть просрочка, есть некачественный и опасный для жизни и здоровья граждан товар. Например, вот этот сыр взвешивается на весах, режется самим торговым предприятием. Есть технический регламент таможенного союза номер 022 от 2011 года, который говорит о правилах маркировки, в частности о том, что должна быть дата производства, кроме годен до и упакована. И чего-то одного, если нет, то 29-й федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов со ссылкой на тот самый, о котором я говорил, технический регламент таможенного союза 022-2011, говорит о том, что товар некачественно и опасный и не может находиться в продаже. Давайте с вами начнем сначала почекать, хорошо? Можете начинать, как удобнее, хоть сразу два протокола осмотра местопроисшествия. Если они утилизируют все это, то, что в телеге самостоятельно зальют хлоркой, то как раз таки и следственно-оперативной группе, нужно понимать, им нужно на другие преступления, наверняка, облегчить время, сэкономить время, облегчить саму работу. Данные товары требую изъять и направить вместе с материалом в территориальный отдел Роспотребнадзор. Искренне считаю, что в нашей стране отраву детям продают только лишь люди, обладающие ярко выраженными противозачаточными свойствами. Заявление Маркин сообщил следующее. Просит привлечь к ответственности АО «ТД Перекресток» и руководства супермаркета «Перекресток» улицы Бурнатовская, 103А, которые осуществляют продажу продуктов питания, включая детское питание для детей в возрасте от трех лет с истекшими сроками трудности. Данный товар требую изъять как предмет совершения административных правонарушений и направить вместе с материалом по-подведомски в территориальный орган Роспотребнадзора. Искренне считаю, что в России отраву детям продают только лишь люди, обладающие ярко выраженными противозачаточными свойствами. Да, совершенно верно. Там балансы, ребята. Джеки, здравствуйте. Здорово. Что вы тут делаете? Я смотрю, как сыр. Ты что меня снимаешь? Я не понял, ты снимаешь что ли, да? Ты снимаешь? Ты что меня снимаешь, а? Я что хотел? Что снимаешь? Выйти что ли? Что снимаешь? Выйти хотел. Ты не имеешь права меня снимать? Если ты хочешь выйти... Ты не имеешь права меня снимать. На улицу поговорить, то там может быть еще ходит... Эй, пошли вискочем. ...человек в свитере, который... Пошли вискочем. Что ты меня тут снимаешь, а? Андрей, да? Я, Андрей. Андрей, а ты тебе не подскажешь, а кто был в свитере, в намосном такой? А кто с вами ушел на улицу, что ли? Да, 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 который пошел со мной разбираться на улицу. Это обычно покупатель. Обычный. Обычный очкошник это был, как минимум. Обычный стоял, разговаривал с охраной. А тем временем продолжается осмотр место происшествия. И идет опись гор некачественного сыра. Сыр пакуется. Сыр будет оставлен в магазине на ответственное хранение. Так, Одесская уезжает, да? Одесская, да, уезжает в московский отдел полиции по Нижнему Новгороду. Купленный сок, который, ну, вы помните, да, который увезли в отдел, по чеку купленный, нам полагается по гарантии качества единицы сока, правильно? Я вам хочу сказать, передать у Андрюхи, чтобы у него было больше сил. Молодому организму полезны соки. Всего вам доброго. Я хочу сказать, что Евгений Анатольевич поучаствовал. Вот, сок Андрюхи. Он тебе положил. Большой, чтобы я ему доложил. Джей Саун. Все, до свидания. Вот, привет. Мы еще вернемся. С вами был сегодня Клуб Патриот и Андрюха. А если вы еще торгуете просрочкой, тогда мы идем именно к вам. Клуб Патриот.